Добрый день, 5 октября 2020 года. Виталий Викторович Янищенко, Евгений Ткаченко, громадское телебачение «Кривый Рог». Находимся на общеизвестном во всем, наверное, мире уже 95-м квартале, который прославил КВН 95-й квартал, потом КВН стал кварталом вечерним в лице Владимира Зеленской, Криворожской команды, юморной. Вот этот 95-й квартал, кольцо 95-го квартала, откуда разъезжаются дороги в разные районы Кривого Рога. Решили здесь сегодня сделать репортаж, снять интервью, позадавать людям вопросы относительно местных выборов, действующей власти, в лесопрезидента и слух народа, как стало им лучше, что они заметили. В общем, будем работать. Сзади находится палатка с людьми, с девушками, которые уже куда-то звонили, увидев нас. Хочу подойти им, задать вопросы, почему именно они надели на себя эти курточки, почему они именно за одного из кандидатов в мэры Дмитрия Шевчик. Девушки, добрый день. Меня Виталий зовут. А вас как можете представиться? Да, Лена. А вас? Инна. Инна и Лена. Приятно вас знакомиться. А скажите, что вы подевали на себя эти зеленые курточки и представляете, я так понял, одного из кандидатов в мэры Дмитрия Шевчика? Да, Шевчиком. Можете сказать, почему? Почему нет? Это наша работа. Мы поддерживаем этого кандидата в мэры Дмитрия Шевчика. Работа поддерживать кандидата? Нет. Нет, ну вы так сказали, потому что работа... То есть мы бы не пошли за другого работать. Понятно, что это труд. Оплачиваем мы любой труд. Нет, я же не спорю, что он оплачивает, не оплачивает. То есть в первую очередь мы поддерживаем этого кандидата, будем за него голосовать. И вам советую. Вы работаете на ГОКе? Нет, мы не работаем. А где вы работаете? Я парикмахером работаю, я в декрете. А вы в декрете. Вы бросили парикмахерское место и пришли сюда сегодня тут стоять? Нет, почему? Я не бросила, я работаю до сих пор парикмахером. Ну в данный момент вы же здесь находитесь? Ну, 2-3 часа в день я могу себе позволить здесь... Я понял. Вы меняетесь, да, по 2-3 часа? Мы работаем 4 часа в день. Хорошо. А скажите, пожалуйста, что больше вас нравится, имена Зе Команда или Дмитрий Шевчик? Ну, так как одно целое и Зе Команда, и Дмитрий Шевчик. Нет, не одно целое. У них, получается, одна партия, поэтому идут в одном направлении. Я поддерживала Зелемского, Зе Команду. А вы знаете, что Дмитрий Шевчик депутат областного совета от оппозиционного блока? Нет, не знала. Они не в одной партии, они не одна команда? Да, они одна, с 2 народа. Ну, вот вам информация, которую вы не знали. Он в оппоблоке, он депутат в областном совете в городе Днепропетровска. Это наш президент, кто его очень рекомендует, поддерживает. Кто рекомендует? Зеленский. Ну, Зеленский его приехал в город Днепропетровске и представил. А вот вопрос теперь, почему он представил именно его, а не другого какого-то кандидата, там, или того же Юзика? Надо к нему, к Зеленскому, а не к нам. Ну, я не знала. А шире думать не пробовали? Нет. Раньше за Зеленским даже в Украину был вернутся, стал Коломойский. Потом Коломойский где-то пропал, и мы видим, Шмигаль начал премьер-министром быть. Знаете, кто такой Шмигаль? Да, знаю. Это премьер-министр Украины. Это человек, который работал раньше в офисе Ахметова. Дмитрий Шевчик работает на ЦИГОКе, генеральный директор, тоже на Ахметова. И сейчас за Зеленским уже вместо Коломойского вышел Ахметов. Думали об этом? Нет, не думал. Одно из обещаний было Зеленского убрать всех олигархов, что олигархии не будет. Убрать формулу Роттердам плюс, а формула Роттердам плюс это именно Ахметова, что Зеленский обещал ее уберет, и снизятся коммунальные тарифы, и станут намного дешевле. Ну, время еще маленькое прошло в его управлении, потому я думаю, что всегда покажут. Вы верите, да? Очень хочется в этом и разустроить. А самое-самое первое обещание? Сколько мало прошло времени просто? Полтора года, это достаточно. Ну, вы знаете, такую кандидатуру, как Камаламуйский убрать, это очень мало времени, мне кажется, прошло. Ну, я думаю, его убрал не Зеленский, в Англии был суд, и я не помню конкретно, в чем состояло там судебное требование именно к олигарху Коломойскому, но у него английский суд наложил аресты на все счета, и по сути он не умеет пользоваться своими денежными средствами. И поэтому он везде пропал, и нигде его не видно. А у Ахметова как бы все хорошо, и Ахметов вылез. Вы, я так понимаю, против ЗЭПа команды? Я не потому, что против ЗЭПа, я хочу вам донести информацию, которую вы не знали. Вот вы сказали, что он с одной партии с ним, а я говорю, он не с одной партии с ним, а тут Апоблока. Ну, вот я верю, потому что написано ЗЭМИСЦЕВИССЛУГА НАРОДУ. Ну, тут не написано, что он в партии ЗЭССЛУГ. Он не в партии Апоблока. И одно из обещаний еще Зеленского. Вы не в этой партии плохого? Потому что они не выполнили одно обещание, которое делали. Вот за всю каденцию, которую они сидят в Верховной Раде. Что выполнилось с президентом, которые были поражающими? Я говорю за большинство Верховной Раде именно за партию. Вот Лена сказала за партию, и я говорю не за Зеленского, а именно за партию. Сколько они сидят, вот, например, они проголосовали за продаж земли ночью, когда объявили карантин. Как вы к этому относитесь? Вы хотите, чтобы нашу... Нет, у нас нет, дело в том, что еще никто ничего там не проголосовал за эту землю. Еще ничего там... Уже проголосовали. И что проголосовали? Продавать буду в 21-м году. Да, в 21-м году. Давайте дождемся 21-го года. Я уверена, что продавать никто ничего не будет. А инаугурацию Зеленского смотрели в Верховной Раде? Не смотрела. Инна, а вы на инаугурацию Зеленского смотрели в Верховной Раде? Казахстан. Помните, как он сказал самое первое, что он сделает? Я не понимаю. А ну вспоминайте. Именно, что касается народных депутатов. Всех уберет. Снять? Снять всех, да. Депутатскую недоторганность. Да, да. Он ее снял? Да, и импичмент президента. Ну, он эти законы воплотил. Имея большинство партий «Слух народа» в Верховной Раде... Но не поддержали депутаты эти законы, он же не может их сам... На тот момент не поддержали, но на этот момент, когда произошли выборы в Верховную Раду и зашли уже большинство от «Слух народа», имея 300 с чем-то голосов, это и первый раз случай в истории Украины, что одна партия имеет большинство, что не надо делать коалиции, с кем-то объединяться, что они будут голосовать и все принимать законы. Почему он эти законы не лоббирует далее? Ну, не знаю, может быть, а сейчас есть законы поважнее. Да, он сделал важнее закон, что за все голосования, за которые они не голосовали, они никакой ответственности нести не могут. Это Зеленский подписал. Он не просто не убрал, он и усилил. То есть, все, что он сделал, он сделал вплоть на оборот от того, что обещал. Ну, я даю еще ему чуть времени, я думаю, все наладится. Видите, его со всех сторон там щемят, тоже не так же просто. Кто его щемит? И все это сделает. Ну, не дают ему вплотную все это менять. Во-первых, бюджета у нас особо нет. Что же не только все от него это дает? Какого, как, ну, чтобы разогнаться? Он пришел, можно сказать, с одними долгами взял. Хотите, я больше скажу. Есть закон о бюджетных рахунках, и вот эти податки, которые платят люди, там, юрлица платят. Это не бюджетные рахунки, это частные рахунки. И почему он их не сделает государственными? Я не знаю. Видите, сколько вы много не знаете? Мы бы у него спросили. Видите, сколько вы не знаете? Пойдите, пойдите. Ну, пока тут разница большая. Когда был Порошенко, как мы жили, и сейчас я особо, конечно, не ощущаю. То есть, улучшений никаких нет? Ну, и ухудшений нет. Вы считаете, ухудшений нет? Ну, для меня нет, я не ощущаю ухудшений. Для меня, но пока нормально все. Как вы относитесь к традиционной семье? Папа и мама. А вы? Отлично. А вы знаете, что они сейчас впровадживают гендерную политику о том, что уже законы приняли, уже методички психиатрам в школах пораздавали, лично их видел. О том, что детей нужно учить, чувствовать себя не тем, кем народились, а другими социотипами. Например, мальчик. Вот видите, сколько вы не знаете. Эти все законы принимает именно партия «Слух З». Потому что вы подготовились, конечно, вы все знаете. Подойдите к нам завтра. Подойдите завтра, мы все причитаем. Хорошо, вы будете на этом месте? Да, да. Я отчего вам говорю, что за гендерной политикой стоят вот эти гей-парады ЛГБТ. Их в этом году прошло больше, чем при другом президенте. Все, что сейчас делается, вот вы говорите, ничего худшего нету. Оно в худшее уже воплощается и в будущем оно даст очень плохие результаты. Это загроза демографической нации, если не будет традиционной семьи. Мальчик от мальчика детей иметь не может, так само, как женщина от женщины. Это понятно. Ну вот. То есть, обещать однополые браки там и, ну, это... У нас в Конституции написано, что брак возможен между мужчиной и женщиной. Ну, в других странах возможен брак... Так они хотят и здесь изменить. Вот есть такой министр таможни. У нас идут в Европу. Не, 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 Феолов забыл правильно. Мне кажется, это не самое страшное, что может быть в нашей стране. У нас очень много страшного в нашей стране происходит. Очень много страшного, но... Очень много. Как много, короче, про это именно говорите? Школа 20-я, знаете, по Центрально-городскому районе была, ее убрали. Больница была на Пушкино, ее убрали. Вот это плохо, вот это плохо, что медицина, да, действительно сейчас просто невыносимая. Вот я недавно попала, я полчаса просто сидела, потому что мой лечащий врач, он сам учился, как правильно заполнять все эти бланки в компьютерах. Его все это вели, а на обучение они послали нашу медицину. Вот это плохо. Это говорит о том, что все эти реформы не для людей, не для людей, и не для нации. Нету, нету обучения. Реформу дали, реформу дали. Вы верите? У вас надежда умирает последняя. Ну, спасибо, спасибо, что поговорили. А можете вы что-то поздно дадите? Какой? Говорите. Какой, как вы возьмите? Говорите. Фамилию, имя, отчество? Не скажу. Можете написать просто Виталий, а фамилию не... Ну, это мои персональные данные. Виталий просто напишет. Я поняла. Ну, не хотите номер телефона вы тоже не будете давать? Да, его... Ладно, пишите, меня все знают. Виталий Викторович Онищенко. Онищенко, да? А по какому каналу нас вы показываете? Громадское телебачение «Кривый риф». В Артанец? Сколько вам лет? 47. 47. Номер телефона? 067-924-34-88. 34-88. В каком районе вы проживаете? Металлургически. За смену вы нашего мэра? Да. Да, хотите, да? Как вы относитесь к Шевчику? Отрицательно. Отрицательно. Отрицательно, да? Чего вы ожидаете в нашем городе после смены правительства? Чего бы хотелось? Правительства какого? Мэра. Мэра города. Хотел бы, чтобы мэром был Юрий Яровой. Я поняла. Что бы вы хотели, чтобы он сделал в этом городе? На протяжении многих лет, сколько я его знаю, он очень патриотически настроенный человек. Памятник жертвам Голодомора, он все сделал, чтобы установили. Более шести лет он помогает организациям, в которых состоит правый сектор и другим оточникам. Создал фонд «Спарта» за свои деньги и очень сильно помогает в седьмой лет. Не смотря на седьмой год, не смотря на то, кто президент. Спасибо большое за прослушивание. Пожалуйста. Прошел только шестой вопрос. Сказал свои персональные данные и не мог ответить на те вопросы, которые мне не задавали, потому что пообещал ответить. Спасибо. 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 Спасибо.